Священное Писание 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 В любом конфликте, в любом непонимании всегда виноваты оба. Если женщина, мужчина, если кто-то один берет всю вину на себя, он лжет. И человек, которому он таким образом просит прощения, что он понимает? Если он лжет в этом, то он вообще лжет. Ну вот, посмотрите, если вы почувствовали, что чем-то обидели своего супруга под буквой «Алла», почувствовали, поняли, осознали, попросите прощения. Но, вот здесь опять мы к этому возвращаемся, исходя из нашего только что предыдущего разговора. Да, скажем, загулял муж, да? Иногда говорят, ну это же странно, если жена у него просит прощения. Но если на себя это проанализировать, почему это произошло, я не думаю, что там все гуляющие мужья, все исключительно сексуальные маньяки. Есть такой процент, есть, но он малый по сравнению вообще с общим количеством. Ну вот попроси прощения за эти свои, пусть там, один с половиной процента вины. Я просто сейчас вспомнил вот эту историю из книги царств. Фомари Амнон. Вот Нахал Амнон, да? Врачи обратил такую девушку. Она невинная, она чистая, она нежная. Как часто? Заботится о нем, а он вот негодяй такой вот нехороший. Ну давайте посмотрим. Она такая же царская дочь, как и он. Она имеет такие же права, как и он. Кроме того, он ей говорит, «Изготовь мне вот эти вот пирожки, да? Лепешки. И принеси мне их в мое пчелое». Она сделала. Ну ладно, казалось бы, ну хорошо, сделаю. Он сказал, пусть все выйдут. Хотя, давайте подумаем, она что была прям такая слепая, она не видела, как он к ней относился? Вы как в жизни поверите? Любая девушка всегда видит, как к ней относится парень. Это вот на уровне флюидов она ощущается. Понимаете? Она это видно, но принесла. Он говорит, «Все выйдите, мы вдвоем останемся». Она что, в этот момент не понимала, что к чему идет? Осталась. Более того, он говорит, «А теперь отнеси это в мою спальню, и я там буду кушать». Зачем туда-то она пошла? Из рук твоих. Она пошла? Из рук твоих буду кушать, да. И она пошла. А потом у нее… А потом, слушай, давай сначала поженимся. А у него уже все, как у молодежи, башню снесло. Все уже. Понимаете? Но, понимаете, говорить о том, что Фомаре невинная жертва в этой ситуации нельзя. Это элементарный флирт. Флирт. Просто это надо так назвать. И она получила, в общем, по большому счету, что заслужила. Вот, понимаете? Он получил, что заслужил, она получила, что заслужила. В общем-то, оно так и произошло. Ну, давайте… Иными словами, да, то есть, если муж загулял, то обязательно нужно смотреть причину на обоих и, то есть, рассматривать вину жены. Тоже, пусть маленькая, но что-то там где-то, что-то сыграло роль. И так, как же просить прощения? Если муж не возвращается. То есть, вот как в таких ситуациях просить прощения? Да, жена понимает, что там у нее вина, ну, вообще мизерная. То есть, вот в такой ситуации, то есть, там, что-то она ему не додавала, что он не получал, что он искал на стороне. Или муж пришел поздно с работы, а жена его спросила, где шлялся? Везде слова. Обещал в этих 5 часов, а пришел в 11. Сам, по-своему, конфликт еще не возник, а возник со слов, где шлялся. Понимаете? И вот за эти слова. То есть, а муж создал ситуацию, жена сказала слова, возник конфликт. Вот и вот… А он, на самом деле, может быть, деньги заработал для того, чтобы ей купить подарок? Может. А может быть, отвозил своего коллегу в больницу, у него был сердечный приступ. То есть, мало ли что, да? Ну вот, за свои слова, где шлялся? В присутствии детей особенно, если это произошло? Да, ситуация создала лучше вот эту, что он не позвонил, не предупредил, пришел позже, но спровоцировал конфликт вот этот. Это жена. С него начался, с ее слов начался конфликт. И вот за свои вот эти слова надо просить прощения. Не вообще, ну ладно, да, я все поняла, виновата, прости, я все, больше так не буду. Это не прощение. Потому что муж тоже виноват. А как насчет вот такого момента, когда жена начинает начинает манипулировать мужем, интимными отношениями и говорит, значит, ты со мной спать не будешь, если ты не сделаешь то-то и то-то, вот. А загулять ты не загуляешь, потому что тебя лучше оценивать. Ну это манипулирование. Это манипулирование. Мы будем про это говорить завтра уже. Уже завтра мы эту тему будем подробно освещать. Ну так, как же правильно просить прощения? То есть, во-первых, мы просим прощения только лишь за свою вину, за свои слова. То есть признайте свою неправоту и скажите, я был неправ, когда сделал то-то, то-то или сказал то-то, то-то. Я был неправ. Вот в этом моя неправота. И я сожалею, мне очень жаль, что так произошло. Вот из-за того, что я это сказал или я это сделал. И только после этого уже просить прощения. И опять, за что-то конкретное. Потому что простить гораздо легче, когда видишь, что человек понимает, за что он просит прощения. Он осознал свою вину. Тогда легче простить. И вот важно, чтобы, понимаете, еще когда проще прощения, мы будем так, встать на позицию, что ли, на уровень понимания того человека, с которым ты разговариваешь этот момент. Вот однажды женщина задала такой вопрос. Она говорит, вы знаете, вот у меня моему сыну 13 лет. Вот я разошлась с его отцом, когда еще я была беременна, вот моим сыном, из-за того, что мой муж убил меня ногами, он пил очень сильно. В общем, угроза такая была. И по животу, когда я уже была беременна. И ребенку, да. Вот, и в общем, я с ним разошла еще до рождения сына. И вот, значит, тут мой сын вдруг мне заявляет. Значит, он в немогрессия начала какая-то просыпаться. Вот недавно он мне сказал, ты виновата в том, что у меня нет отца. Ты меня лишила отца, я вот из-за тебя. И вот я ему объясняю, что я его спасала. Я спасала его от этого деспота, который мог бы его убить еще не родившегося. Нет, вот он говорит, не могла уж потерпеть, а мне вот нужен отец. Вот так вот. И понимаете, я говорю, я задала ей такой вопрос. Скажите, а вы у сына просили прощения? Она очень удивилась. Она говорит, ну за что? Я перед сыном-то вроде как, я же не виновата, это же так, обстоятельства сложились. Я говорю, понимаете, а вы постарайтесь встать на позицию вот этого мальчика, который действительно ему трудно без отца, ему плохо, он страдает, он тоскует. И вот встав на ее позицию, вы сможете произнести слова, которые помогут. Ему сейчас нужны, чтобы понять все эти обстоятельства. И вы можете ему сказать, например, такую фразу. «Сын, прости меня за то, что я выбрала для тебя плохого отца». Да, можно сказать, теологически это может быть неправильно, это может быть как-то там неправильно, там еще что-то, понимаете? Но мальчику, вот на уровне 13-летнего мальчика, это правильная фраза. Она ответственна за то, кого она выбрала ему в отцы. И вот за эту свою безответственность, которую она провела тогда, у этого мальчика надо попросить прощения. Понимаете? А делать из себя святую, а из отца исключительно монстра, это вообще, знаете, по детской психике бьет очень сильно, это жестоко по отношению к детям. И второе замечание, можно сказать, что вот мужчине гораздо легче простить человека, свою жену, потому что это факт. То есть если он принимает это как факт? Он принял решение, я тебя прощаю, и все. Давай строить дальше отношения, я тебя прощаю. А вот просить прощения для мужчин очень тяжело. Потому что это значит признать... По-настоящему. По-настоящему. Это значит признать свою слабость в каком-то моменте. Вот тут я был неправ. Я как мужчина, но мало того, перед женщиной, еще и перед женой. Поэтому если вот возникает такая ситуация, то уже нет, надо ценить, когда мужчина просит прощения. Я все время женщинам говорю, жены, вы помните, что если муж попросил прощения, вот так попросил искренне, вообще это шаг сильный. Это настоящий мужской шаг. А вот женщине гораздо проще просить прощения. Ну да, вот виновата, ну что, это эмоционально такое. Ну давай, все, ну да, вот. И в этом виноваты, и в этом, и в этом. В общем, как бы вот. А вот простить для нее очень сложно. Почему? Простить, это значит, то, что произошло, больше я против тебя это обращать не буду. Я это забыл. И если будет новый проступок, это будет уже новым. То есть, может быть, здесь не забыло, но здесь я уже как бы вот выбросила. То есть, да, уроки надо извлечь из того, что произошло. Но против тебя я это обращать не буду, если я это прощаю. А мы с женщин болтаемся между полушариями, да? И сразу вспоминается. И это, и это, и то. И вот он опять так поступил. А три года назад было то же самое. У нас однажды женщина одна пришла, достает такую общую трассу и говорит, вот смотрите, как надо мной издевается муж. Начинает читать. Такого числа, во столько-то, он сказал то-то. Во столько-то, такой-то часов, столько-то часов, он так-то поступил. Зачем все это записываете? А вдруг я запомню? Вдруг я забуду, говорит. Вдруг я забуду, а он опять так поступит, а я так раз полистал, смотри, опять то же самое. Вы знаете, какой-то с адмозохизм просто, да? И она от этого вам получает какое-то удовольствие от того, что-то она терпит такое. И прощает. То есть она полноуверен, что она все дело прощает. Но это не прощание. Это обращение в благовременную память. Нам не безразлично современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok